Свои познания я же базирую тоже на работах своих коллег, в том числе и экономистов, того же Ханина, Григорий Ханин, это новосибирский ученый, и того же Валентина Катасонова. Так вот, дело в том, что у нас в предвоенный и послевоенный период была создана сталинская модель экономики, социалистической экономики, и она, увы, просуществовала очень ограниченный период времени. Вот вы почитайте у того же Катасонова, он там 18 основных признаков вот этой сталинской социалистической модели экономики четко вычленил, о чем шла речь. Монополия внешней торговли, монополия на банковскую деятельность и так далее. У него есть это все в книге, посмотрите, сейчас нет времени просто об этом говорить. А вот как только, поэтому там и были такие гигантские темпы роста. У нас четвертую пятилетку, среднегодовой прирост промышленного производства составлял астрономическую цифру, которая не снится даже никакому Китаю в лучшие его годы. 18-21%. При Хрущеве начался слом вот этой сталинской модели социалистической экономики, которая, кстати, не была основана на тотальном обописклении. Это все ерунда. Хорошо известно о знаменитых сталинских артелях и о том, что у нас почти 8% при Сталине было крестьян-единоличников, которые не вступали ни в какие колхозы. А вот окончательно добила вот эту сталинскую экономическую модель, столь воспеваемая либералами, и я это подчеркиваю, Косыгинская экономическая реформа. Вот эта Косыгинская экономическая реформа стала последним гвоздем в крышку советской социалистической экономики, которая, по сути дела, и добила Советский Союз с точки зрения экономики. Косыгин, по своим вообще воззрениям, был НЭПовец. А Косыгинская экономическая реформа, если вы посмотрите вообще ее подоплеку, это в чистом виде вторая редакция НЭПа. Понимаете? Там в основу-то что было положено? Кто вспоминал? Вспоминайте. А? Прибыль. Прибыль как основной показатель эффективности экономического роста. Вспоминайте знаменитую статью харьковского профессора Либермана. Ему же Глушков и другие предлагали совершенно иную модель трансформации сталинской экономики. Но Косыгин сказал, что это слишком дорого. Понимаете? И он взял вот эту самую Либермановскую модель. Это в чистом виде была реакорнация НЭПовской экономики. Но Косыгин не был теоретиком уровня Ленина. Вы почитайте. Вот я специально сейчас подготовил статью для журнала «Историк». Значит, она называется так. Ленинская. Ой, сейчас, подождите минуточку. Ленинская концепция НЭПа. Там же четко видно, как через три основных этапа идет трансформация ленинского понимания, что такое вообще новая экономическая политика. От его первоначального представления о том, что НЭП – это лишь временное отступление, вызванное неудачами военного коммунизма, до его представления о том, что НЭПовская экономика – это всерьез и надолго. И возрождение или воскрешение вот этих традиций так называемого берштианства в марксизме, который он до этого отрицал как ревизионизм. И, наконец, к пониманию того, как Ленин говорил, что для нас простой рост кооперации тождественен росту социализма. Понимаете? Но Косыгин этого не понимал. Там фетиш был. Рыночное хозяйство. Что является основным элементом рыночного хозяйства? Прибыль – вперед из песни и стали гробить советскую экономику. Я последнее скажу, чтобы вы поняли, о чем речь. В чем принципиальная разница между рыночной или квази-рыночной экономикой, вот НЭПовского типа или того, что есть у нас сейчас, и сталинской модели экономики. Вот стоят два завода. Однотипных. Вот этот завод в Советском Союзе, а этот завод в Соединенных Штатах Америки. Вот здесь надо произвести, условно говоря, кеды. И здесь надо произвести кеды. Вот этот завод заработает только в том случае, если этот завод и производство кедов будет приносить прибыль его владельцу. А вот этот завод в Социалистической экономике заработает в любом случае. Потому что народу нужны кеды. Понятно? Вот и все. Вот в чем принципиальная разница между настоящей социалистической экономикой и так называемой рыночной, по сути, буржуазной экономикой. Там будут постоянные периодические кризисы, перепроизводство и т.д. и т.п. Потому что там определяющим будет карман конкретного буржуа, который, как известно, Маркс говорил, что за 300% прибыли он, мать родную, прибьет. А здесь будут, прежде всего, во главу угла поставлены интересы экономики страны, развитие производства, создание рабочих мест и выпуска той продукции, которая нужна людям. И в данном случае деньги будут играть абсолютно техническую роль. Не интересует, будет это прибыль приносить или нет. Надо государство еще напечатать деньги, чтобы эти кеды, условно говоря, пустить в продажу через дотацию, чтобы они были доступны самой малообеспеченной семье. Понимаете? А у нас этого понимания до сих пор нет. И у нас молятся на рыночную экономику, как на некий фетиш. Понимаете? И мы продолжаем жить вот в этой парадигме, что кроме рыночной экономики ничего другого нет. Есть, и сталинская экономика показала это, что мы за каких-то 11-12 лет построили, и это подчеркиваю, 9 тысяч крупных промышленных предприятий. 9 тысяч крупных промышленных предприятий. А когда у нас страна лежала в руинах, а я напомню, что мы потеряли 65 тысяч колхозов, 65 тысяч промышленных предприятий, 73 тысячи села-деревень, 1700 городов в руинах лежало. Вы вообще видите цифры какие? Мы восстановили объемы промышленного производства довоенные за 4 года. За 4. Сейчас мы барахтаемся 25 лет, все реформируем, и никак не можем вообще выйти по самым основным показателям на уровень 90-го года. И прожираем советское наследство в рамках рыночной экономики, которой нам говорят, лучше которой нет на белом свете вообще. Понимаете, о чем речь идет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!